Ее делили как бы на две части. Непосредственно Вознесенская до ее пересечения с вокзальной Сергеевской и Малая Вознесенская, которая спускалась вниз. Историю города, Краеведческий музей и традиции русской матрешки – все это вошло в экскурсию, которую организовали для участников программы «Активное долголетие». К экскурсантам присоединился и глава округа Михаил Токарев. Игрушечная мастерская оказалась тесноватой для всех желающих узнать о традициях создания русской матрешки. Она очень отличается от той же Семеновской или Полхахмаданской. В принципе, все традиции мы также сохраняем и по сей день. Поскольку для нас уже пенсионеров не работающих, мы многие же, как говорится, одинокие, которые дети там взрослые же, внуки взрослые, у меня их трое. И поэтому они просто необходимы. У телевизора сидеть тоже это не очень хорошо. Поэтому я стараюсь по возможности, да, активное долголетие, это жизнь, посещаю все мероприятия, по возможности стараюсь. В залах Краеведческого музея экспозиция, рассказывающая об истории Сергея Улпасада. Одежда, мебель, предметы быта отражают разные эпохи. Александр Удовенко работал слесарем-сантехником. Сейчас вышел на пенсию. В программе «Активное долголетие» вместе с супругой. Программа, она актуальна для нашего возраста вообще очень даже. Потому что тут и скандинавская ходьба, и гимнастика есть. То есть, ну, людям есть чем себя занять. Не дома сидеть, а именно активно, как бы, и поддерживать физическую форму. Ну, очень много мы живем уже в этом городе порядка 15 лет. И просто вот такие вот экскурсии по городу с местными, как бы, ну, знатоками, они дают другие представления о городе. Как бы мы так каждый день ходим, видим вот эти все улицы, ну, тоже блинную горку. Откуда и как они произошли, вот узнаешь. Очень много познавательного. Программа «Активное долголетие» – проект областной. Он стартовал в прошлом году по инициативе губернатора. В программу включились все муниципалитеты области. Программа «Активное долголетие» у нас очень активно вжилась в нашу работу. В работу в различных направлениях – это в учреждении культуры, в учреждении спорта, в управлении соцзащиты активно, главные застрельщики данной программы. Ну, и, конечно, кроме развлечений непосредственно в домах культуры и спорта, у нас есть традиционные программы, проекты, которые работают. Это еженедельные поездки за пределы нашего Сергея Посадского округа по средам, ну и, конечно, пешеходные экскурсии. Пешеходная экскурсия завершилась на смотровой площадке на Блинной горе. Участники программы «Активное долголетие» встретятся на следующей неделе. Организаторы представят уже новую программу. Ирина Белякова, Евгений Шевченко, программа «События». Продолжение следует...